итак всех приветствую с вами я алексей вы смотрите youtube канал парадим и на этот раз мы будем обозревать такого ниндзя как таруна обурами или обурами таруны как хотите так и говорите но суть в том что он он вот такой он лучший из тех кто юзает ну некоторые говорят что он лучший из тех кто юзает жуков для атаки давайте же посмотрим почему его считают лучшим из жука юзеров это так это называется так вот еще и шина great ninja вор все это нужно будет обозревать будущем вот кибу great ninja вор тоже нужно будет обозревать давайте же посмотрим он падает в принципе насколько я помню из сэйдж трежера искает режера но мне он иска я выпал но по-моему в прошлый раз падал он сэйдж трежером мне тоже не помню как то так так или иначе давайте посмотрим cooling time 3 раунд ну стандартным для поезда нет скиллов и короче использует 20 чакры используется в первом раунде запросто короче наносит урон до 9 юнитом из команды оппонента и отравляет их абсорбирует 10 чакра поинтов из каждой цели ну то есть если у вас блин там 9 юнитов и со всех это минус 90 чакры но как вы понимаете в первом раунде если его применять то это не так эффективно в принципе вы можете его применять первом раунде если если вам нужно просто отравить если например у противника нету хил хила или же можете применить во втором раунде чтобы высосать у него 40 чакры прикиньте если у вас удастся во втором раунде применить на команду которая в общем то начинается второго раунда атаковать например на команду сэйдж наруто и вот вы применяете и все отравляются они не могут вылечиться потому что чакры нету то есть не сможет ничего это винт телка сделать потому что ее навык по очищению импетус дэнс он требует короче чакру для своего применения насколько я помню а ты высосал всю чакру наруто сэйдж наруто для своего раз он сюрекена тоже требует чакру а ты высосал всю чакру вот если у них будет мобои то тогда будут проблемы потому что если она после каста этого навыка походе то будет у него 40 чакры и тут уже придется выбирать между раз он сюрекеном и остальными дерьмом но скорее всего она почистит и как бы не так много урона они получат но тем не менее если не против сэйдж наруто воевать то это эффективно атакует the opponent front row and absorbs 20 chakra points also has a chance of triple комбо and repulse но неплохо абсорбирует чакру удар все это знаете ли не каждый на такое способен то есть это такой бага юзер да бага юзер то есть использует жуков опять же тут у нас конечно же этот чиз с двумя типами урона который еще и по и зоне ну чего можно было ожидать от него не знаю чего только этого и можно было и вот это вот обилка которая как бы до вершает его лидерство среди бага юзерал это поезон ноуз инсект склон и депо енинг of a battle sum on one in sex клон вис сто процентов лайфу зары не жена у юнит визе phosphorus destruction insect body skill it can use a bit of сферы for it стандарт атак я не знаю они оба атакуют если клон живой и сам персонаж живой если оба атакуют то это очень круто то есть они абсорбят 40 чакры даже без скилов при обычной атаки если попадают так что это круто но в общем-то сто процентов от здоровья то есть это такой же по жирности как сам таруна опорами а он довольно жирный поверьте мне я вам покажу короче и последний скил phosphorus destruction insect body здесь юнит каузин тай джутсу дэмэйдж а за юнит который делает нам тай джутсу дэмэйдж получает поезон их эффект то есть все кто атакуют получают поезон короче ну и давайте же посмотрим что это за хрень такая давайте кстати поставим его впереди чтобы показать вам что мы вам можем показать так чтобы показать его все параметры хорошие такие вот я он заспавнит своего инсекс клона не будем в первом раунде кастовать ох 2 3 те сразу минус 20 чак слушайте она закомбилась чё-то нифига себе да это круто получается но так давайте посмотрим сам таруны атакует а его к он а его к он не атакует так чё ж говорят что к он его может а так а вот к он теперь атакует это прикольно то есть и его к он атакует и он сам атакует это круто и давайте же обилку за кастуем если успеем конечно же хотя думаю не успеем уже на следующем раунде прикиньте с 9 то есть мы 80 чакры 90 чакры высосим и всех смотрим сколько там яда наносит так вы посмотрите сколько там яд наносит вот смотрите минус 40 чакры минус 20 чакры сушить она чё-то больше чем минус 10 с каждого юнита интересно а это видимо со всех четырех по 10 чакры высосала как вы видите такой вот ханза что ли блин это почти как ханза очень мощный юнит но его мало кто использует как и машина гнв и так далее и тому подобное хотя довольно интересны у них скиллы но скажем так там где лучшая враг хорошего то есть есть лучшие команды они просто не дают ему шансов потому что он не с не не ранний нельзя то есть опять же кона можно упить там яд убивает медленно то есть способность на стакать этого яда побольше но это слишком долго получается плюс можно например у героя молнии есть обилка которая делает невосприимчивым к дебафам на два раунда то есть а таруны что он против него сделать у него кроме дебафов кроме яда ничего нету и он уже отлетает у этого бриз дэнсера есть вот этот же импетус дэнс то есть и если твой таруны не будет более инициативным то он успеет к стану своим пэтус дэнс и как бы или закажет его заранее в общем будут большие проблемы у вас и с героем воздуха герои огня у него есть штука которая очищает все дебафы и делает неуязвимым к дебафам и накладывая щиты одновременно опять же раз и обилка таруны нерфли понерфли на но в каких-то ивентах там это еще нормально но хан за он как бы очистка дебафов со своей команды это гораздо ценнее чем как бы на к наложение на всех в поле противника яда поэтому как бы таруны по сравнению с хан за отсасывает плюс у него там еще честно три юнита накладывает дебафы и то есть там еще и активатор 10 комбо вместо атаки ну и атака тоже но активатор 10 комбо тоже в общем так красавчик хан за но таруны если вы хотите вы можете его использовать в ранке деле еще где-то а на этом я с вами пожалуй прощаюсь всем спасибо за просмотр всем пока пока